В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. В жилом комплексе Зеленая Аллея осветили купол и крест для временного модульного храма в честь покрова Пресвятой Богородицы. Сразу две команды из видновского танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» стали победителями чемпионата и первенства Москвы по танцевальному спорту. Это не первая победа, но мы считаем, что это одна из главных побед. Жительница поселка Развилка Надежда Антонович всего три года занимается таким редким видом рукоделия, как лоскутное шитье. Тем не менее, она уже завоевала несколько наград на различных выставках. Я бы предпочла быть к светлому темное. А дальше, смотрите, здесь есть бежевый, желтоватый. А вот он, желтоватый, пожалуйста. В жилом комплексе Зеленая Аллея осветили купол и крест для временного модульного храма в честь покрова Пресвятой Богородицы. За процессом наблюдала и наша съемочная группа. Подробности расскажет Юлия Погосян. На территории второй очереди застройки микрорайона «Зеленые аллеи», среди многоэтажек возвели модульный храм покрова Пресвятой Богородицы. Это здание, которое легко собирается и разбирается, изготовили в Ярославской области. В Подмосковье до сегодняшнего дня подобный формат еще ни разу не использовали. Одновременно в нем может находиться более ста человек. К празднику крещения Господнего он наполнится иконами, и здесь пройдет первая литургия. Мы прирастаем достаточно большим количеством жителей, которые имеют потребность в храме, чтобы прийти, помолиться, чтобы прийти, провести выходные дни за молитвой. И здесь мы не должны забывать о том, что вот эти потребности, которые есть у наших жителей, мы должны также помогать совместно с нашим благочинием, совместно с теми инвесторами, которые работают в Ленинском муниципальном районе, строить какие-то замечательные храмы. Новый модульный храм Покрова Пресвятой Богородицы – лишь первый этап на пути к полноценному возведению здания церкви. В ближайшее время в нескольких метрах от этого места начнется ее строительство. Она будет самой большой в городе Видное. Храм, в котором совершаются богослужения и молятся люди, он уже освещает само по себе, само место и все окрестности. Поэтому, естественно, что и тот храм, который будет построен, он будет, ну, как бы преемником данного храма. В благочинной церкви Винновского округа Дмитрий Березин осветил купол и крест, которые пока будут находиться на модульном храме. Заславляется и освещается знамя, где есть крест. Появление нового храма – радостное событие не только для жителей микрорайона «Зеленые аллеи». Чтобы стать свидетелями освещения Покровского храма, семья Фроловых приехала сюда с другого конца города. Для города это очень много значит. Это одно из самых больших событий в городе. Вот одно из самых больших. Не знаю, и для молодежи, и для всех возрастов абсолютно. Это вообще великое событие. Момент, когда купол с крестом подняли в небо и установили на крыше модульного храма, никого не оставил равнодушным. Огромное счастье и благодарность Господу за возможность это видеть, это зреть. Мне кажется, огромное счастье. Счастье душевное, неописуемое. Модульный Покровский храм будет работать так же, как и обычный. Регулярные богослужения, крещения и венчания. Первая литургия и освящение крещенской воды состоятся 19 января в 9 утра. Юлия Погосян, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. Любая школа ставит перед собой задачи не только учить, но и воспитывать. А делать это лучше сообща с родителями подростков. Именно поэтому в Видновской средней общеобразовательной школе номер 6 был организован круглый стол. Тема «Современный подросток. Родитель. Школа». Подробности далее. Это не просто элемент творчества, которым организаторы решили разбавить мероприятие. Совместно флешмобом, в котором участвовали и дети, и родители, была подчеркнута основная идея встречи. Взрослый должен стать своему ребенку в первую очередь другом. А чтобы разобрать типичные ошибки при общении, лучше примерить их на самого себя. В этом сундуке скрыто то, что мы делаем с нашими детьми. Это упражнение явно показывает, как порой родители связывают своего ребенка. Под видом воспитания на первый план чаще выходят обычные запреты. Не смотри лишнее, не груби, приходи домой вовремя. За этим мы забываем, что сами когда-то были подростками. Это очень здорово. Почувствовать себя детьми, взрослым людям почувствовать себя детьми, и поставить себя на место детей, наверное, иногда это очень полезно. На мероприятии присутствовал и приглашенный спикер, кандидат педагогических наук Нонна Кислинская. Важная рекомендация – понять мотивацию детей, а для каждого она своя. Для демонстративного подростка это внимание и общение со сверстниками, для более спокойного сохранения внутреннего комфорта и границ. Нельзя грубо вмешиваться во внутренний мир ребенка. Не лезть со своими расспросами. Создать вот эти доверительные отношения, благоприятную ситуацию, когда ребенок вам может открыться. Организаторы говорили о цикле мероприятий, где это уже третье по счету. Отрадно, что при дефиците времени такой формат находит отклик у родителей. Они активны, они делятся своим опытом, они даже стали предлагать свои какие-то методы, которые помогли им когда-то в жизни. Я воспринимаю дочь вообще как на равных. Мы с ней не как мама с дочкой, а именно как подруги. Поэтому я делюсь своими проблемами. Понятно, не все переживания ей говорю, но то, что хотелось бы, чтобы она понимала, что я ей доверяю. И в ответ получаю то же самое. Один из вопросов, который был затронут на встрече, влияние интернета и телевидения на ребенка. Не секрет, что большую часть свободного времени подростки проводят с гаджетами в руках. Час-два. Много от двух до четырех часов. Если говорить про развлекательный контент на просторах интернета и телевидения, то на него у ребенка в день, с его же слов, уходит около трех часов. То есть в месяц по средним подсчетам это получается 90 часов. За это время можно прочитать вот такую по объему книжку, помочь своим родителям несколько раз погулять с друзьями и подтянуть учебу, если это нужно. Каждый сам принимает решение, на что ему потратить свое свободное время. Запрет на использование гаджетов родители применяют как средство наказания. Но, как утверждают психологи, во всех вопросах важно не навязчиво направлять ребенка из позиции друга, где-то поддержать, а порой просто выслушать. Елена Федорова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. В копилке наград коллективов Ленинского района пополнения. Сразу две команды из видновского танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» стали победителями чемпионата и первенства Москвы по танцевальному спорту. О том, как ребята защищали честь района и к чему сейчас готовятся, в нашем следующем сюжете. На днях прокус-экспо прошел чемпионат и первенство Москвы по танцевальному спорту, где сразу две команды из танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» одержали оглушительную победу. Ребята соревновались в популярном сейчас направлении «Формейшн». Это ансамблевое танцевание, когда большое количество пар танцуют абсолютно одинаково, определенные вариации, схемы, под определенную музыку. То есть для нас это было такое новое. И точка отсчета у нас была 5 ноября. У нас в первый день мы собрались с двумя командами. И вот 12 января 2019 года мы стали чемпионом Москвы. Но не все, конечно, было так просто. Перед чемпионатом ребята активно тренировались. Самый пик работы пришелся на новогодние каникулы. Все праздники абсолютно не занимались. То есть мы приходили на танцы, занимались, потом возвращались домой и сразу возвращались обратно. И так у нас проходили все праздники полностью. То есть с утра до вечера мы были в зале. Это не первая победа, но мы считаем, что это одна из главных побед. Впрочем, подготовка велась не только в зале. В студии звукозаписи специально к выступлению младшей группы записывали музыкальное сопровождение. Для обеих команд шились на заказ одинаковые костюмы. Закупались аксессуары. Здесь важна настолько одинаковая синхронность. Не только в движениях, но и в платьях у нас одинаковые носки. Там мальчиков даже стригли в один день всех. Абсолютно одинаково. Прически мы начинали делать с четырех утра, потому что все девочки были там камушек, камушек накрашены. Свой вклад в победу внесли не только ребята, но и их родители. Они активно помогали педагогам, вместе рисовали плакаты, создавали группы поддержки. Именно в сплоченной работе тренеров, детей и родителей, руководитель звездного вальса Игорь Турукин видит секрет успеха. Ну а родители уверены, танцы – это не только пластичность и гибкость. Это настоящая школа ответственности и самостоятельности. Ребенок просто летел на эти тренировки. Он знал, когда ему нужно быть, где, во сколько. Это такой вид спорта, который заставляет ребенка быть собранным, потому что ты не можешь быть несобранным и танцевать какие-то элементы. И это переносится в жизнь. Воспитанникам звездного вальса удалось обойти более 20 команд соперников из Москвы и области и стать лучшими из лучших. Но это лишь начало их звездного пути. Впереди – следующая ступень соревнований. Мы готовимся серьезнее, потому что это мероприятие будет еще серьезнее, чем то. Потому что это был чемпионат Москвы, а это будет уже Россия. Ребята надеются попасть в тройку лидеров на чемпионате России. Победа в котором откроет юным спортсменам двери на главные соревнования – чемпионат мира. В Калиновской средней школе прошел турнир городского поселения Горки-Ленинский по мини-футболу среди мальчиков возрастной категории от 8 до 13 лет. За противостоянием наблюдала и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Екатерина Коваленко. За звание лучших на турнире боролись три команды – Калиновка, Горки и Белеутова. Мини-футбол невероятно популярен среди ребят. И не мудрено – не всегда есть возможность поиграть на настоящем футбольном поле и собрать 11 человек. Здесь же в команде всего 5 спортсменов, и каждый из них участвует как в атаке, так и в обороне. Правила игры предельно просты. Впрочем, на турнире для ребят сделали некоторые послабления. Ученики младших классов, они еще не совсем техничны для того, чтобы играть без аутов. То есть мы им разрешаем, если мяч ударяется об стенку или уходит в аут, играть дальше. Для того, чтобы было меньше остановок и была энергичная игра. Игра действительно получилась яркой и азартной. Все ребята без исключения демонстрировали свои лучшие качества и умения на площадке. Ведь победить хотел каждый. 9-летний Родион – один из самых юных участников турнира. Мальчик признается, для того, чтобы добиться успеха в мини-футболе, нужно не только обладать отличной физической подготовкой, но и слаженно взаимодействовать друг с другом. Хорошая команда – это когда игроки хорошо бьют и стоят на воротах. Важен еще командный дух. С Родионом согласен и капитан команды «Калиновка» Сураж Сафаров. Школьник еще занимается волейболом и каратэ, но футбол занимает в его сердце первое место. Он мечтает стать профессиональным спортсменом и упорно идет к своей цели. Я усиленно тренировался к футболу. Что ты делал? Я чеканил, растяжку делал, ускорение дома бегал. И результат не заставил себя ждать. По итогам игры сильнейшими на турнире стали футболисты команды «Калиновка». Екатерина Коваленко, Евгений Садовский, Елена Кошлева. Видное ТВ. Жительница поселка Развилка, Надежда Антонович, всего три года занимается таким редким видом рукоделия, как лоскутное шитье. Тем не менее, она уже завоевала несколько наград на различных выставках. Мы решили познакомиться с мастерицей поближе и узнать секреты ее творчества. Надежда Николаевна Антонович когда-то работала под звук телевизора. Но однажды поняла, что посторонние звуки отвлекают, и соорудила в одной из комнат отдельный рабочий кабинет. Я ушла из кухни, принесла все сюда. И когда я посидела в тишине и пошила, я поняла, что вот это вот счастье. Вот в тишине посидеть и пошить. Посидеть и пошить Надежда Николаевна решила три года назад. Практически случайно. Впрочем, не последнюю роль. В выборе занятия сыграли детские воспоминания. Мне в руки попался журнал «Лоскутное шитье». Я вспомнила, как мы с бабушкой своей в детстве, она меня сажала на пол, на полу мы с ней сидели, складывали лоскутки. Она разрезала, и мы их сшивали. И я посмотрела этот журнал и решила, что это мне очень нравится. В прошлом мастерица-врач лоскутной вышивкой решила заняться, выйдя на пенсию. Но рукоделием увлеклась, еще работая медиком, 18 лет назад. Закончила курсы бессероплетения, трехмесячные, получила аттестат и начала творить. Сначала я плела изделия для шеи, сережки, мелкие вещи, украшения. Потом я начала заниматься иконами. Вот мои работы. 20 икон создала Надежда Николаевна. Но сейчас она всецело увлечена лоскутным шитьем. О том, что выбор был сделан правильный, а первая же самостоятельно сделанная работа понравилась землякам, свидетельствует диплом, стоящий в рабочем кабинете. У нас был конкурс в развилке рукоделия. И в номинации лоскутное шитье я получила диплом. Вот он стоит. Диплом первой степени. Это моя первая работа. Рукодельница считает, что никакого особого секрета в ее работе нет. Главное – чувство художественного вкуса, который, как известно, либо есть, либо нет. Я бы предпочла быть к светлому темное. А дальше, смотрите, здесь есть бежевый, желтоватый. А вот он желтоватый, пожалуйста. Уже это с этим сочетается. А дальше просто сшивай полоски, режь их на квадраты и соединяй квадраты между собой, как вот эти блоки. И все, и получится изделие. Просто сказка сказывается, да не просто дело делается. От полутора до трех недель уходит на каждую работу. И это не считая многочисленных экспериментов. Тем более, что порой мастер использует десятки различных по рисунку тканей. Я назвала это осень. Ой, красиво как. Осень. Это зеленая, видите, как бы осень отцветает. Желтая превращается. Красная, желтая превращается коричневая. В общем, вот такая тема. Осень. Более 30 работ создали умелые руки Надежды Николаевны. Большинство из них стали подарками для родных, близких и друзей. А главные награды для нее – это не дипломы, а удовольствие, которое получает мастерица во время работы. Мне это очень нравится. Я прямо обожаю это занятие. Я засыпаю с мыслью, что я завтра проснусь буду делать. И встаю с мыслью. Ура, я сейчас начну делать. Это настроение передается и тем, кто потом пользуется подушками и одеялами, создающими уют и тепло в доме. Максим Козлов, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видное ТВ. И в заключение выпуска традиционно о погоде. Синоптики предсказывают, что завтра, 16 января, весь день будет облачным. С утра возможен мелкий снег, но он закончится еще до наступления вечера. Температура минус 5 градусов. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова